Буквально несколько минут назад известный актер, заместитель антикоррупционного комитета Александр Домогаров сообщил чрезвычайную новость из мира российского шоу-бизнеса. Сегодня утро в Москве в здании антикоррупционного комитета во время следственного эксперимента погибли и были ранены преступные элементы российского шоу-бизнеса, которые несколько дней назад совершили покушение на членов антикоррупционного комитета, актеров Владимира Вдовиченкова, Алексея Кравченко и певца Александра Розенбаума. В заказном преступлении против антикоррупционного комитета обвинялись Александр Рева и несколько артистов из программы Comedy Club, которых сегодня и привезли на следственный эксперимент. Вероятнее всего, данным субъектам удалось войти в сговор с некоторыми членами полиции и они устроили побег прямо во время следственного эксперимента. Преступные элементы были опасны для общества и оказывали сопротивление, поэтому отряду спецназа пришлось вести огонь на поражение. Прямо в подъезде здания антикоррупционного комитета в результате бегства был тяжело ранен артист Александр Рева. Он получил два пулевых ранения в область спины. Погибли два преступных элемента российского шоу-бизнеса. Артисты программы Comedy Club Валерий Юнусов и Павел Сидорский, которые также обвинялись в покушении на антикоррупционный комитет. Отметим, что в полиции на данный момент также находится и супруга генерального директора Первого канала телевидения Софья Эрнст. Жена Константина Эрнста и Александр Рева обвиняются в заказе преступления против антикоррупционного комитета. К слову сказать, что трагедия произошла еще несколько дней назад. Неизвестные преступники вначале взорвали машину Никиты Михалкова, устроили пожар в здании антикоррупционного комитета, а позже совершили вооруженное нападение на его членов. Владимир Вдовиченков, Александр Розенбаум и Алексей Кравченко до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Начальник комитета Михалков прокомментировал сегодняшнее трагическое событие. Никита Сергеевич заявил, что если бы преступные элементы российского шоу-бизнеса не устроили бы побег во время следственного эксперимента, то трагедии бы не произошло. Также стало известно, что Александр Рева, как и Софья Эрнст, несмотря на тяжелые ранения, будет привлечен к уголовной ответственности за заказное преступление против антикоррупционного комитета. Ну и как всегда в конце видео новости о работе организации Никиты Михалкова. Сегодня у члена антикоррупционного комитета актера Яна Цапника родилась дочь. Члены комитета Дмитрий Певцов и Владимир Винокур начали генеральную проверку программы Дом-2. Помимо этого, антикоррупционный комитет перечислил финансовые средства для увеличения пособий семьям участников спецоперации. Уважаемые зрители, если вы поддерживаете законы порядок и действия антикоррупционного комитета, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий. Субтитры создавал DimaTorzok